Надежда умирает последней. В этом случае надежда на то, что руководство страны все-таки решит отменить принятый 6 лет назад закон о розничных рынках или отсрочить дату вступления в силу. С 1 января вся розничная торговля должна происходить только в крытых сооружениях. В прошлых выпусках мы показали, как обстоят дела с подготовкой к изменениям на рынках Алан и Автозаводском. В этот раз отправились на Комсомольский. За месяц до вступления закона в силу здесь все так же, как и всегда. Торговые ряды, товары и продавцы, укутанные в шале. Хотим торговать до конца, до весны. Сказали, весной уже перестроят в крытый рынок. Как бы здесь собирали и говорили, что с весны начинается строительство и рынок переведут в крытый рынок. Новое руководство рынка отмечает, что сейчас идет согласование проекта здания нового торгового комплекса, но его начнут возводить только весной. А пока здесь надеются на снисходительность властей. Я так думаю, что все будут благородумны. 1069 арендаторов. Неужели кто-то выгонит? Вот подумайте сами. Все люди. И у каждого человека единственный источник дохода – это рынок. Неужели кто-то возьмет и скажет «Все, до свидания». Большинство предпринимателей на Комсомольском рынке продолжают торговать под открытым небом и не собираются покидать свои места. Но наибольшее оживление и беспокойство царит на улице Кооперативной. Местные предприниматели разбились на два лагеря и спорят между собой. Сходятся они в одном. Все хотят продолжать торговать на этом месте. Ведь идти им некуда. Кто нас возьмет на работу? 50 лет. Пятеро детей. Мать-одиночка. Нету никого. Я должна всех детей сама кормить. Нам не осилить просто эту аренду. Мы просим администрацию, мы хотим, чтобы они вошли в наше положение и дали нам возможность дальше работать на своих местах. Сейчас эти предприниматели боятся ездить за товаром. Некоторые пытаются найти себе другие места для торговли. У них на руках договор, по которому они могут работать здесь только до 31 декабря. А кто не подписывает, сказали закрывайтесь и все. 1 января торговцы должны покинуть свои ларьки. Ладно, там в какие-то другие дни, но уж не с 31 на 1, в течение 12 часов. Как? Закон един для всех. И местные предприниматели не понимают, почему только их выселяют, а торговцев на остальной территории рынка оставляют до весны. Одна часть предпринимателей с улицы Кооперативной выступает за строительство на месте их рядов торгового центра по проекту, который разработали еще несколько лет назад. Мы требуем даже, не просим, а требуем, чтобы этот проект рассмотрели. Потому что реально можно построить здесь красивый центр торговый, ряды торговые, цивилизованно, как они хотят. Вторая часть предпринимателей считает, что их соседи занимаются провокацией. И во всем замешана гильдия предпринимателей. Вся работа ведется и со стороны администрации стадиона строителей, и со стороны мэрии ведется к тому, чтобы мы до 16-го года остались, спокойно работали. Мы были на приеме у Беляева. Нам сказали, что будем узнать, что у Шахразива Васильго Языча, просить, чтобы нас до 16-го года оставили, типа как под видом ярмарки. К Радмиру Беляеву, начальнику отдела по поддержке и развитию предпринимательства исполкома, мы отправились за разъяснениями. По его словам, встреча с предпринимателями действительно была. Но власти не могут оставить рынок на улице до 2016-го года наперекор федеральному закону. Будем решать, и надо что-то думать. Но в конце концов, там чайка застраивается, можно туда перейти. Почему тоже настаивают именно на том, что они именно вот здесь должны стоять. Наиболее вероятный исход предпринимателей с улицы Кооперативной действительно попросят покинуть эти ряды, и ларьки исчезнут. Но большинство торговцев не хотят с этим мириться. Они собираются оставаться на своих местах и после 31 декабря. Елку поставим, будем здесь стоять. Мы здесь будем охранять свои павильоны, будем стоять с детьми, с бабушками. Здесь будем Новый год справлять. Анна Кондратова, Эльнар Мустафин, Дмитрий Кравченко. РЕН-ТВ. Набережные Челны.